Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 13 июля. Вы на канале Жанна в Турции онлайн, где в последнее время увеличивается количество задержек рейсов, что, естественно, вызывает недовольство у клиентов авиакомпаний. Больше всего претензий к главному турецкому авиаперевозчику. Многие связывают это с наступлением праздничных дней и, соответственно, увеличению пассажиропотока. Однако и турецкие авиакомпании и турецкие аэропорты готовы обслужить еще большее количество туристов, чем сейчас. Они прекрасно справляются с ситуацией на своем поле. Но есть ряд внешних факторов, которые приводят и к задержке, и даже к отмене рейсов. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в новом названии TurkHava Yulary сообщила об отмене ряда рейсов до конца лета. Это не новые отмены, а продление ранее введенных. Касаются они запрета на полеты в некоторые аэропорты России, Белоруссии и все города Украины. Ранее запрет был введен до конца июля. Но не дожидаясь окончания этого срока, авиаперевозчик уже уведомил о продлении отмены полетов в Сочи, Ростов, Екатеринбург, Минск и все аэропорты Украины до 31 августа. В качестве причины названо закрытие воздушного пространства для гражданских рейсов. В заявлении перевозчика указано, что туристы могут внести изменения и оформить возврат у турагентов на сайте или в колл-центре по номеру 0 850 333 0 849. Это не единственная проблема. Рейсы Turkish Airlines выбиваются из графика. В последние дни перенос времени вылета случается регулярно. Задержки составляют от 3 до 6 часов и могут увеличиться. Происходит это из-за того, что многие лайнеры не могут вовремя вылететь из аэропортов Европы. В итоге случаются опоздания с прибытием в турецкие аэропорты и далее по спирали задержки следующих внутренних и международных рейсов. Авиакомпания ссылается на нехватку персонала и забастовки в европейских аэропортах, в частности в Германии, Англии, Нидерландах, Франции и Бельгии. В этом году Германия вышла на первое место по отправке туристов в Турцию и проблемы в аэропортах этой страны вызывают серьезное беспокойство у турков. Генеральный директор немецкой ассоциации аэропортов назвал ситуацию очень тяжелой и уточнил, что сейчас один человек выполняет объем работы, рассчитанный на пятерых. Финансовые потери отрасли превышают 50%. Альтернативой им становятся железнодорожные путешествия. Германия снизила стоимость ЖД-билета до 9 евро. Это повысило интерес к путешествиям на поезде внутри страны на 42%. Тем более это актуально на фоне заявления авиакомпании «Люфганза». У европейского перевозчика среди летних рейсов накопилось более 4000 отмен. Помимо этого начались отмены и на предстоящий осенне-зимний период – с октября 2022 года по март 2023. Опять же из-за нехватки персонала. Часть бастует, а часть болеет. Примерно 40% персонала во Франкфурте и 25% в Мюнхене находятся на больничном. Тысячи туристов срочно пересматривают планы на отдых и деловые поездки. Авиаперевозчик заявил, что может быть дальнейшее сокращение вылетов в августе, когда поток желающих отдохнуть еще более увеличится. Большинство отмененных – внутренние рейсы. В этой ситуации задержки возможны и у авиакомпаний, специально созданных для полетов в ту или иную страну. С начала года в Турции их организовали три. В частности, МГА, которая на днях получила турецкую лицензию на эксплуатацию по направлению Германия и Россия. Полеты были запланированы на этой неделе, но чартеры в Германию пока отложили, а в Россию готовы лететь все три авиакомпании. Однако точные даты начала полетов не называются. Возможно, из-за того, что в аэропорту Анталии сейчас не протолкнутся. Высокий спрос со стороны иностранных туристов и выросшее число внутренних рейсов на Курбан-Байрам привели к тому, что в аэропорту Анталии побит рекорд по принятым рейсам. Новый был поставлен на выходных. Прежний 1026 рейсов был зафиксирован 2 июля, а уже 9 июля в аэропорту Анталии приземлились 1034 воздушных судна. Из них 121 – это внутренние и 913 – международные. Для постпандемического периода это самый высокий показатель. Что касается числа туристов, то это свыше 182 тысяч человек. И вот сейчас можете включаться те, кто любит пересчитывать озвученные мной цифры. Скажу сразу, если есть вопросы, обращайтесь к министру транспорта. Эти данные озвучены им с великой радостью, чего нельзя сказать об ательерах Бодрума. В отличие от анталийских коллег, они разочарованы низкой загрузкой курорта. Их планы именно на это время длинных выходных, когда обычно самый пик туристического сезона, не оправдались. Сейчас заполняемость отелей не превышает 60%. Пляжи, кафе и магазины полупустые. Те, кто есть, преимущественно туристы из Европы. Больше всего из Германии, Бельгии и Нидерландов. Местные жители, которых ждали, вообще не приехали. Сотрудники туристической отрасли уверены, что Бодрум для них стал очень дорогим. Стоимость скромного отеля с завтраком начинается от 2500 лир в сутки. К ним добавляется питание и дорога. Приехавшие на таких условиях турки говорят, что это очень дорого и вряд ли они смогут позволить такой отдых еще раз. Отдыхающие иностранцы также стали поприжимистее. Оплатив отель, они не особо тратятся вне него. Простаивают некогда популярные экскурсионные корабли и автобусы. Их владельцы говорят, что это худший сезон. Исторические и природные заповедники также отмечают уменьшение посетителей. Слабая надежда остается на последний месяц лета. Если новые турецкие авиакомпании приступят к полетам, то, возможно, турпоток увеличится и именно в Бодрум и Даламан. Также Турция намерена максимально долго продолжать туристический сезон, вплоть до глубокой осени. И в этот период возможны скидки на отдых. Хотя в нынешней ситуации говорить о доступном отдыхе все сложнее. Турецкие курорты этим летом подорожали в среднем на 50%. Стоимость семидневного тура на двоих значительно превышает 2000 долларов, в которые можно было уложиться в прошлом году. Но несмотря на рост цен, спрос есть. И пятерка лидеров по популярности выглядит следующим образом. На первом месте Анталия. Ее выбирают 35% отдыхающих. Далее следует Кемер 28%, Сиде 20%, Мугла 9% и Белек 6%. Пока ситуация складывается так, что будет дальше, посмотрим. Не забывайте оценивать это видео, если оно было вам интересно. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok